Здравствуйте, меня зовут Яковлева Елена, я ученица годового класса Пехнедельской средней школы номер 4, им. Дмитрий Спиридонов. Представляю работу интернет-мены, стикеры, конспекты выявления эмоциональных и интеллектуальных ответственности учреждений среднего динамо и школы. Актуальные исследования мены – это мощный инструмент эмоционального состояния, соревнованности на укошении письма учреждений, послужили определению нашей работы. Цель стыдована изучить интернет-мены, как показать эмоциональное состояние и на укошении письма учреждений, то есть, что считает из семи классов, не школ. Задача – изучить и собрать информацию в линии нему, то есть, вести социальный образ учащихся в пятом и семи классах, как и имел в моей жизни. Через данный образ выявить популярность менок среди, а также влияние на науку стынные письма. Консуфицировать такие, наиболее потребительные интернет-мены, среди учащихся в пятом и семи классах, которые выявили самую распространенную и эмоциональную настрою, и выражена в успех. Новизна исследований. В работе впервые даете попытку проанализировать эмоциональные состояния и уровень на укошении письма учащихся среди, если нах, через употребление мемов, стикеров, интернет-мены, полюбая, надкостная информация, мгновение, быстрое, неожиданное, ставшее оморбливое покаяние в интернете. Калактикация мемов многостей можно делить по самым разным публикам, например, по способу зарождения и по симметическому публику. Мы провели небольшой опрос, чтобы выявить, ну, ниже не приводить примеры этих мемов. Мы провели небольшой опрос, чтобы выявить влияние подобрения мемов в общине учащихся в социальных семах классов через специальную сезонную плату. В опросе приняли участие вместо 2 у учащихся среднего и старшего земля. В опросе выявили, что больше половины учащихся нравятся смешанными мемов. Переход на возраст и надрезается желание подражать и положить на перестателение мемов окружающихся среди, члены и обусловлены этот выбор. Чащих в социальных семах классов более близкие взаимые мемы. Выводители в последней жизни сталкиваются с большим потоком автоматикой. Поэтому стикеры, состоящие из определенной картинки и для одного возраста приняющихся слов, быстрее и легче подсилит ее память. Данный ответ также может напомнить от сигнал о том, что дети мало читают. В основном, граммом составе ответ сообщения о стикере со словами или кратными фразами и подразделениями удобный способ дозрять или подсчитывать с ним на друга. В большинстве респондентов ответили, что мему обучают слова на запас учащихся. С одной стороны, различные слова, имеющие слинговый характер, очень популярны в том, что учащихся в среднем зоне. Это дает им основания думать о том, что у него богатый язык. С другой стороны, наблюдаются опасные фендиции того, что язык содержащий много сленгов, даже из-за нищих на мир несущественных по графическим ошибкам является герой. Организм граммами описанной речи намного снижает. Всего номер рассмотрен на 136 антенагнемов на разные жизненные обстоятельства. Мы узнали, что мему в определенной степени выявляют эмоциональные состояния моих средств. Так, больше всего стикеров, отражающие негативное состояние, например, агрессия. Мы нашли 46 стикеров, которые показывают в торткосрочные реакции состояния чашихся. Это говорит о том, что у чашихся 5-7 классов начинается подростковый период, настроение не обменяется очень быстро. Соключение. Первый. Современный тем, что в жизни очень быстрее объемность на массе получаемые людьми из разных источников. Информация выглядит и наблюдается в снижении уровня значительности и грамменности учащихся. Через используемую чашенскую мему можно определить тема проекционального состояния. Стикеры как один из способов интернета коммуникации, которые отступают в действительной форме. Коммуникации имеют положительное никакое влияние на отношения. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.